всем здравствуйте дорогие друзья с вами герман и как вы знаете я вернулся в фантастическую рыбалку я уже выпустил два видео я выпустил видео по достижению гуппи а также еще выпустил про продажу 1000 пинагора играю практически каждый день вечером если даже сильно не получается долго сижу хотя бы часика там полтора там часик такое но играть стараюсь каждый день и сейчас что хотелось бы сказать что у меня сейчас неплохая сумма денег на моем счету то есть точнее кредитов все заработано непосильным трудом то есть по мере так сказать игры потихонечку полигонечку и плюс акция самое главное дорогие друзья 8 марта боже это самая великолепная акция которая то только есть точнее была в рыбалке я не помню как что в прошлом году было но в этом году просто бомба смотрите после того как ячейка заполнится валюты ты-ты-ты-ты-ты короче как только люди накидут сюда 8000 ну короче грубо говоря 9000 валюты всем игрокам даются кредиты на разряд 1000 кредит 1000 опыта на разряд уровень ну потом баллы статистику самое главное 88 очков навыка 88 материала 8 чешуек 8 случайного лута это женщинам мужикам то же самое но в два раза меньше да какая разница ребята да какая разница 44 очка навыка 44 материала вы понимаете что это такое конечно ведь его час донатят все поэтому как потихонечку все скидываются скидываются афродити я за эту акцию ребята я за эту акцию поднял дони до ночника да там с 11 разряда до 33 поплавочника тоже там вообще до 22 качнул качнул ремонтника до 35 потом что я еще качнул виртуоза с 0 до 15 я я зафигачил ребята и у меня сейчас 59 очков лежит ну сидеть потому что мне было сейчас вот она вознаградила нас вообще просто просто божественно парни реально то есть эта акция просто топовская и так сказать это первая серия третьего сезона сезон будет не знаю короткий или длинный обучающих видео хочу очень много выпустить хочу очень много выпустить по каждой рыбе по лаборатории где ее как ловить и как я это все буду закрывать но именно те которые я буду ловить вот эти которые я уже то есть ловил я не буду делать а так вас нам буду конечно так так сейчас моя цель сейчас моя цель во-первых миссия команды я в каком-то видео там уже снимал что у меня была команда белый тигр оттуда я не ушел меня выгнали не знаю написали что типа как сказать что взяли старого игрока который отсутствовал типа был в отпуске терапыра меня то есть как расширят командный состав то есть игроков приеме которые должны быть в команде место меня возьмут назад но сказал ребята не надо я уже нашел себе другую команду витяч блин здесь а мне нравится здесь просто весело здесь валёк просто парень классный пиранька тоже вообще красавчик бы петрович тоже этот новичок вот к нам вчера ворвался вообще-то офигенные пацаны вот за вот этих могу точно сказать примерно чуть старше меня то есть ну там нормально то есть нормальные парни офигенно играем офигенно подсказывают вообще кучу всяких подсказок и сейчас что хотелось бы сказать я сейчас хочу закрыть пиявку в командной миссии на чем же все сделал акцент что команду сменил название конечно мне не сильно нравится команды но это уже мелочи это мелочи главное не название не ну конечно с этом будет мат какой-то написано хотя этого не допустит fantastic fishing но все равно главное люди люди здесь реально очень крутые мне мне понравилось крутые в том плане то что всегда помочь и если какие-то вопросы вообще без проблем это мне нравится я сейчас отправляюсь за пиявкой главное еще поменять садок поменять и холод потому что все это ломается я делал другие квесты естественная ставил круто судак крутой эхолот я стараюсь все это менять то есть я стараюсь не лениться у меня кстати вот закончился уже стул надо его скоро майком у меня тоже этот износится я стараюсь не лениться и вам тоже советую не лениться то есть я советую видят у меня судок вот практически мертвые его можно было там продать допустим я так не делаю я его добиваю на мелкой рыбе и И вам тоже советую не лениться, почаще менять вот это все, не забывать, потому что так вы экономите свои деньги. Если вам, конечно, плевает на свои деньги, то есть, вообще, сколько вы тут тратите. А у меня, кстати, нету, да? Вот у меня стул был за какой-то квест, и у меня больше ничего такого нету, да? Хм, ну ладно, нету и нету. Вот. И что самое интересное, вы тратите свои деньги, а то, что вы их потратили, это плохо. Кстати, насчет замены. Еще вот, можно сделать вот так. Вот так. Почему бы и нет? Глубину поставить, вот 43 написано. Ставим 44, чтобы было со дна. И убиваем вот эти снасти, потому что я их покупал специально на жука. Эти снасти. Почему бы их не использовать на пиявке? Почему не использую, допустим, на 8 килограмм парня? Мне жалко, серьезно, мне жалко. Не знаю, можете, конечно, меня там жидом или жлобом посчитать, но мне действительно жалко использовать такие снасти. Они стоят денег, а лучше эти деньги я потрачу на приобретение какой-нибудь другой удочки, нормальной, хорошей. Или прикуплю себе холодильник на 75 мест по фулу, который сейчас стоит за кредиты. Самый крутой холодильник я хочу себе прикупить. Поэтому, знаете, как-то лучше не лениться, лучше сэкономить. Кстати, а где у меня еще одна такая удочка? Походу, она сломалась. Странно. Надо еще вот тут громкость убавить, это вам, наверное, сильно. Он дзынькает, поплавок. Минус в этих снастях в том, что поклевка, когда происходит, естественно, может и переброс, то есть сработать. Ну, это тоже такое. Да, нету этой снасти. Ну, ладно. Значит, здесь мы будем ловить на донку. Поставим вот так вот, потому что нам, в принципе, больше проверяем, все ли тут так, все так. Все, и погнали. Ловим пиявочку, естественно. Закрываем пиявку в командную миссию. Сегодня я хочу по максимуму. Если кто думает, что это бесполезная рыба, и когда вы вступаете в команду, вас заставляют ловить, и у вас, допустим, есть нож, а нож можно получить за миссию, то я советую вам половить эту рыбку. Ну, не рыбку, а как это... Ну, пусть будет рыбка. Потому что она реально крутая. В том плане, что вы даже можете нарезать себе наживки. Если у вас, допустим, лаборатория инфекция, которую я показывал, она у вас заполнена, вы можете нарезать себе наживки. И эта пиявка вам пригодится в дальнейшем, если у вас есть нож. Поэтому при... Вообще, при любой возможности, режьте наживку. Вы видите, что вы можете нарезать кусочки рыбы? Режьте, если есть нож. Можете нарезать лягушку? Режьте. Все, что вы можете нарезать, это все валютная наживка. Не валютной наживки, которую вы нарезать можете, нету. Кстати, есть икра, есть икра. Вот честно, за икру я не знаю, это валютная наживка или нет. Вот не то, что не знаю, не помню. Он просто уже давненько-то играл и на икре как-то акцент не делал. А так, в основном, все, что режется, все это валютная наживка. Еще мне нравится вот эта вот штука, дневник. Многие говорят, записываю там в блокнот, в HTML и так далее. Но вот эта вот штука, которая введена, она просто топ. Смотрите, заходим на Пинагора, допустим, и вот видно, на что я его ловил. То есть, все показано, где, какая глубина. Просто это песня, друзья. Это песня. Мне так эта штука нравится. Я теперь не парюсь с блокнотами, не парюсь с этими, с вордовскими файлами, как раньше. Я не пишу на листик там что-то себе. Не, ну, конечно, когда советуют там какие-то квесты или миссии, да, я пишу на листик. Но вот если вот так вот касается какого-то вида рыбы, все это у меня отпало. Я один раз, раньше у меня всегда был открыт Google, там куча вкладок с форумом, с каждой рыбой, где куда что ловить там. А сейчас не надо. Сейчас вот, я один раз съездил, я, допустим, не помню. Вот я поеду ловить жука. Я помню, где он ловится, но, допустим, вот сейчас я вам не могу, да, сказать. Вот я не помню просто локации и так далее. Я не запоминаю. Но мы заходим сюда, все. Вот я вам уже могу рассказать, на кой базе, где и на что я ловил. Даже так. То есть, это очень круто. Мне эта обнова вообще очень понравилась. Еще много обнов было. Обнова марафон прошла. Давно тоже. Просто я уже зашел, она уже была. Но, честно, пока сильно не разобрался, как она работает. Но, так понимаю, что все люди скидываются до миллиарда кредитов, получается, на марафон. Где-то так. Вот, давайте посмотрим. Вот, допустим, смотрите, вот. Сколько вот надо? Даже больше. А, не миллиарда, а миллионов. Вот, короче. Ну, грубо говоря, да, там полмиллиарда все скидывают. И, которые люди, которые будут участвовать. Можете не участвовать, можете просто скинуть. Я скидывал как-то тысячу кредитов. Просто так, ради прикола. Что тут делать дальше, я не знаю. Может быть, какую-то определенную рыбу надо ловить. И, естественно, даются призы за 100 мест. Ну, за 100 мест. То есть, как бы, да, вот, за сотку фигня. За 20-50. Но, честно, как-то, как-то призы не очень, да. Вот я вот смотрел за такие деньги, призы. Может, там какой-то даются приз за то, что вы этот. Ну, то есть, когда вы вложили деньги, может быть, там еще даются какие-то кредиты. Давайте посмотрим. Ну, я сомневаюсь. Нет. Кредиты не дают. Чешуйки, жетоны, валюта. Очки навыка. Прикормка тигр. Скромненько. Так, призы распределяются за то, какое вы место заняли, придаются по каждой рыбе. Если результат у нескольких рыбаков будет одинаковый, то раздача случайным образом выдаются по каждой рыбе. А, вот, смотрите, допустим, мылом, если мы здесь, там, первый, да, впоймали. Если мы заняли, допустим, по каждой рыбе. Офигеть. Короче, если мы занимаем, вот, допустим, раз, два, три. Три первых места, что, конечно, маловероятно. То мы с вами вырываемся в топы и получаем неплохие награды. Тогда я беру свои слова назад. Ну, конечно, по всем рыбам невозможно занять первые места. Это просто, это просто невозможно. Но, допустим, там попасть в первое, где-то заняло, где-то там, допустим, двадцать пятое. Фишечки, да, там материалы. Все равно как-то маловато, я считаю. Ну, то есть, пойдет, пойдет, пойдет. Можно, можно поиграть. Марафон. Мы потом с вами как-нибудь поиграем в марафон. Только надо прокачиваться, надо, надо новые снасти. Кстати, добавили десяти тонники снасти. Это вообще, я не знаю, что ловить на десяти тонники. Пока не знаю, но в дальнейшем посмотрим. Насколько во втором сезоне мы с вами добились того, что взяли 180 иуды и там пробовали ловить там рыбу там на 30 килограмм. То есть, даже до 50 ловили килограмм. И, то есть, как бы прикольно сделали несколько квестов. Я поиграл долговато во втором сезоне. Фантастик Фишинг в третьем сезоне. Это первая рыбалка, по которой у меня три сезона. Третий сезон стартанул и плюс куча обучалок. Ну, потому что игра, хоть пишут, что она мертвая, но онлайн практически у два косаря людей. Постоянные обновы, ивенты и все остальное. Я не думаю, что эта игра мертвая. И, как вы уже поняли, что в Афродите, если я сказал, я заработал где-то уже 300 очков этих, блин, вылетел с головы. Да, 300 свободных очков. Вы понимаете, да, что сколько люди задонатили туда, чтобы вот я столько заработал. Грубо говоря, мне по 44 дают, по полтиннику. Вот я выношу. Вот и посчитайте, 300, это уже Афродита успела наградить 6 раз. Да, 6 раз. Если даже не 7. 6 или 7 раз. Ну, то есть, вы понимаете, да, насколько люди по 9 тысяч. 6 раз по 9 тысяч валюты. Это со всей игры. И эта сумма не маленькая. Это офигенная сумма. Поэтому берите в расчет, что просто офигенная. То есть, игра процветает. Вот, фу, чтобы не залазить, и пусть она дальше так же процветает. Разработчики очень молодцы. Вообще, если кто-то из них посмотрит это видео, то есть, большое вам плюс. Спасибо за такую замечательную игру. Потому что это первое видео на моем канале. Третьего сезона по какой-то игре не было никогда третьих сезонов. И даже не думал, что все-таки Фантастик Фишинг как бы вернусь. Но реально, игра действительно притянула. И реально притянула так хорошо. Здесь собираюсь задержаться надолго. Планы пока бомбезны. Но там посмотрим. Пока что работа моя позволяет все реализовывать. Если я ее не поменяю, то канал, естественно, умирать не будет. Канал будет продвигаться. Видео выходит каждый день. И будут выходить каждый день. Может быть, там иногда будут какие-то там моменты, когда будут реже выходить. Ну а так, планку буду держать. И поэтому, если вам хочется больше видео, больше делайте репостов. Больше комментариев, больше лайков. Тогда канал будет еще больше развиваться. Так. Так. По плану. Что у меня по плану? По плану хочу сделать вот это немного. Немного достижения. Но буду копить 100 жетонов. Помните, я тогда хотел. Сейчас у меня 35 жетонов есть. Не хочу нажимать, потому что сейчас заиграет эта дурацкая музыка, которую я терпеть не могу. У меня сейчас есть 35. Но я накоплю сотку и буду играть. Потом у меня сейчас второго уровня рулетка. Когда рулетка дойдет до третьего, жетоны перестанут вам давать. Надо будет делать квест на жетон. Вот. Поэтому рулетку вот эту я, когда докачаю до второго уровня, там 90% где-то вот так вот. Я заброшу, буду копить много жетонов. Наверное, около 200-300. Если я еще буду столько играть, естественно, конечно. И потом будем их сливать. Сделаю видосы, как я это все сливаю, какие призы и тому подобное. Итак. Итак. Что еще по достижениям? Еще в планах. Видите, жук в плавунец выбился у нас вперед. В планах, что сделать с жуком? Жука буду ловить. Жук выйдет вперед. Очень сильно. Там поймай, плави малек. Есть достижения. Хочу закрыть по фулу. Потом, возможно, переключусь на достижения Йорж. Йорж 35 тысяч. Это сильно. Сильное достижение. Много времени. Много. Почему мигает садок? А, ну, наверное, то, что он сейчас... А, минус одна штука. Что-то я не понимаю. Походу... Блин, он, походу, закончился, да? Да-да-да-да-да. Давайте-ка сделаем вот так. Вот. Он, короче, закончился. Вот мы с вами и добили садок. Вот вот так вот и надо здесь все использовать. Потому что деньги это такое дело. И надо все вот так вот ничего не жалеть. По достижениям очень много. Еще буду копить валюту. Буду делать квесты. Копить валюту. Если, конечно, разработчики опять мне не подарят валюту. Или кто-то из подписчиков мне не подгонит. Потому что 9 мая. Хочу на 9 мая закрыть достижения. Ну, закрыть это, конечно, громкие слова. Но на 9 мая я определенно рванул на загадку. Я потрачу жетоны, рванул на загадку. И буду закрывать, стараться достижения русалка. Сейчас я вам покажу, где она тут. Это достижение сказочник. Русалки. Просто поймать русалку надо. 5000 русалок, 800 свободных очков. Это плюс еще. То есть вот, вот, вот и вот. То есть потихонечку капает. В планах сделать хотя бы наловить 1000. 1000 за акцию. В принципе, если там она идет 5-6 дней. Это реально сделать. Тем более 9 мая праздники. Там много будет времени. Я думаю, в принципе, реально засесть. Там вообще жестко засесть и сделать. Это всего, то есть 1000. За 1000 русалок нам, смотрите, 300, 50, так, 60, 70, 80, 90, 100, короче, 400. 2 очка за 1000 русалок нам дадут. Это круто. Это круто. Если сделаем 5000, дадут, ну правда, наживка коралл. Наживка коралл. И она стоит за валюту. Если, то есть, кому-то, кому-то из подписчиков нетрудно. Кто хочет посмотреть, как я буду на 9 мая. Я до 9 мая, говорю, 100% не заброшу. Если кто хочет посмотреть, как я буду закрывать достижения. Стримы жалко не получаются. То, что пробовал. Компьютер слабенький. Стрим не тянет. Не тянет. Поэтому хотелось, конечно, стримы. Вот в акции все остальное. Это было бы очень круто. Но, возможно, если у меня пока в планах есть, то есть, как бы поменять железо. Но это будет не скоро. Это минимум через год. Если я все-таки осуществлю свой план, то тогда будут стримы. Будут стримы и мы будем стримить. Возможно, может быть, даже видео не будут выходить. Будут выходить стримы. Но посмотрим. Это так. Знаете, вилами пока по воде еще тоже не точно. То, что делал очень много. То есть, дел, которые требуют денег, денежных вложений в реальной жизни. И поэтому сейчас приобретение нового железа вообще отходит на очень далекий план. Все. Хорошо. Я вроде бы все рассказал. Все, что хотел. Такое очень у нас информативное первая серия получилось. Ну, то есть, мы врываемся. Мы врываемся. Наконец-таки первая серия. Я очень хотел записать. Но все как-то, как-то вот. Вот так там обучал, окна снимал. Ладно. Всем спасибо, дорогие друзья, что смотрите. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, оставляйте свое мнение, что вы по этому думаете. Все. Я вас всех уважаю, всех вас люблю. Поэтому вы самые четкие, кто со мной. Все, давайте. Мы будем разрывать фантастик фишинг. Всем до скорых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok